В 56-й беседе на Евангелие от Иоанна, святитель Иоанн Златоуст, увещевает о созидании вечного дома. Будем строить себе дома вечные. Если теперь для того, чтобы иметь светлые и со здоровым воздухом дома, мы тратим множество денег, подвергаясь тяжким трудам при постройке, то подумай, не должны ли мы пожертвовать и самими телами, чтобы создать себе светлые обители там, где тот неизвреченный свет. Здесь споры и раздоры по поводу границ и стен. Там нет ничего подобного. Нет ни зависти, ни клеветы. Никто не станет спорить с нами из-за границ. Притом этот дом непременно нужно будет покинуть, а тот останется при нас навсегда. Этот со временем неизбежно подвергнется гниению и многочисленным повреждениям. Тот не стареет никогда. Этого бедный не может построить. Тот можно построить и на две лепты, как вдовица. Поэтому крайне прискорбно мне, что при стольких предлежащих нам благах мы беспечны и нерадивы. Чтобы иметь блистательные дома здесь, о том мы всячески стараемся. А чтобы на небесах устроить себе хотя малое пристанище, о том не заботимся и помышляем. Скажи мне, здесь где желал бы ты иметь себе дом? В пустыне или в одном из небольших городов? Не думаю. А без сомнения в столицах и в больших городах, где больше торговли и больше блеска. Но я веду тебя в такой город, который строитель и художник Бог. Там умоляю, устрой и созидай себе дом. С меньшими издержками и с меньшим трудом. Этот дом созидается руками нищих. И он есть наилучшее здание. А те дома, которые строятся здесь, дело крайнего безумия. Если бы кто повел тебя в Персию с тем, чтобы посмотреть на эту страну и потом возвратиться. А между тем стал бы советовать строить там дома. Не назвал ли бы ты его крайне безумным за то, что он советует тебе тратиться по пустому. Как же ты делаешь то же самое на земле, которую скоро потом покинешь? Да, я, говоришь, ты оставлю все детям. Но ведь и они оставят скоро после тебя. Они редко и прежде тебя. Точно так же и их потомки. Таким образом и это бывает для тебя поводом к скорби, когда ты не видишь после себя и наследников. Но там нет нужды опасаться ничего подобного. Там приобретение останется постоянным и для тебя, и для детей, и для внуков, если они будут подражать той же добродетели. Там зданием заведует сам Христос. Строящему его нет нужды не поставлять надсмотрщиков, не заботиться и не беспокоиться. Ибо когда дело принимает на себя Бог, к чему тогда заботы? Он сам все собирает и воздвигает жилище. И не это только удивительно, но и то, что он создал его так, как нравится тебе. Или даже лучше, чем как тебе нравится и как ты желал бы. Ибо он – наилучший художник и весьма заботится о твоих выгодах. Хотя бы ты был нищим и пожелал создать такой дом, это не породит против тебя зависти, не возбудит клеветы. Ибо не видит его никто из тех, кому знакома зависть. А видят ангелы, умеющие только радоваться твоему благополучию. Никто не станет захватывать границ твоего дома, потому что там нет ни одного соседа, ждущего такую болезнью. Твоими соседями там будут святые Петр и Павел, все пророки, мученики, сон ангелов и архангелов. Ради всего этого раздадим наше имение нищим, чтобы наследовать те обители. Господу нашему славу веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok